Продолжение следует... Ссылочка должна быть прямо надо мной, ссылочка прямо на него. Плюс ссылка на него я оставлю намеренно в описании. Ну, если уж есть желание, можете перелистнуть в самый конец, там тоже будет ссылка на него. Потому что вчера случилась ситуация, что Ютуб дважды не захотел загружать эпизод. Не потому, что там какие-то авторские права, не-не-не. Он чисто его не обрабатывал. Он не обрабатывал видео, я не знаю почему, я не знаю как. Он только с третьей попытки загрузил полностью эпизод, он целый час идёт, между прочим. И там предыстория Лары Крофт, когда она была ребёнком. Кроволу уберите обязательно, вы поймёте. Когда просмотрите его. Но сейчас мы продолжаем. Кровница питания пока не твёргая. Наша сейчас задача хотя бы сегодня, наконец, добраться до деревни, если успеем. В общем, до деревушки надо добраться, чтобы всё у нас с вами срослось. На прекрасной ноте. Так, что у меня так идёт? У меня сколько часы разрядится? 15 процентов. Так, а телефон-то у меня сколько? На зарядке, надеюсь, 33. Забавно, вот этот пауэрбанк, помните нам пауэрбанк, который подарили-то вот эти вот, ну, который подарили пауэрроботцы? Кстати, ещё раз спасибо, ребят. Шикарный пауэрбанк. Хватает на несколько зарядок моего телефона. А у меня телефон, между прочим, с большим аккумулятором. Полных зарядок. Там, по-моему, 2-3 полные зарядки можно, можно даже 4. Ну, сейчас зависит, наверное, от температуры, полагаю, и расхода собственного моего телефона. Ну, реально, хороший пауэрбанк. Реально, мне нравится. Я прям рад. Прекрасный подарок. Я думал, лучший подарок это деньги, но я ошибался. Бывают и такие прекрасные вещи. Потому что, реально, найти хороший пауэрбанк, это... Морока настоящая. А это... Я теперь с ним только с ним хожу постоянно. Улучшение оружия. Выберите оружие, нажмите X, чтобы улучшить его в меню. Можно по отдельности менять сложности боя, исследования и головоломка. В меню параметров. Да нет, я все выдержу одинаково. Если уж проходить, так проходить на уровне сложности одинаково. Тем более, как головоломки могут стать сложнее здесь? Да ладно, я могу понять вчерашний геймплей. Там, ну, в каком смысле есть сложность? Там, порядок какой-нибудь, никакой. А так, реально. В общем, мне, кстати, очень понравилась вчерашняя история. Не хочу спойлерить, я не буду. Но... Я только одного не могу понять, чем Уинстон думал. Он сделал ей такую полосу препятствий. Я, конечно, понимаю, что он верит в ее силы и все такое. Ой. Ну, неужели нельзя было сделать... Хотя он, наверное, так и сделал. Но не было лень, и она решила полазать. Ладно, не буду, а то сейчас заспойлернул. Ну, давай уже... Вперед. Все прекрасно работает. Ну, не страшно. Так, во-первых, прептица. Во-вторых, где мы? Так, тут базовый лагерь. Давайте-ка я к нему подойду. О, сколько тут всего... Пекарь. Подожди, они его даже не разделали до сих пор? Это как такое вообще возможно? Приятно, что его на с нами сидит. Так, у меня этот... Но улучшить я его не могу. Лук присягнувшего. Рекурсивный лук. Вот его я могу улучшить. Улучшение оружия. Улучшение оружия. Получает характеристики оружия. Такие как точность, удовольствие, боезапас. Ну, давайте... Так... Лук хакапука. Я могу понять, а где у нее сблочный лук? Лук присягнувшего. У нее же был блочный лук. Ну, у меня вроде был змеиный укус, по-моему, да? Травника. Вот давайте лук изгнаем. Хотя... Нет, давайте лук огнем. Лук огнем тоже хорошо, но... А, давайте все прокачивать. Что им-то пригодится. Так. Усилен усиленные плечи. Седло для стрелы. Специально толщает. На тетиве позволяет быстрее накладывать и пускать стрелы. Обмотка рукояти. Повышает удобство стрельбы. И скорость натяжения тетивы. Вот переплет. Давай сначала... Чтобы дольше было. Так. Чтобы создать этот предмет, уровень улучшения оружия 4. А мне еще и прокачаться надо. Ну, ладно. Зато у нас эта штучка есть. Это хорошо. Ну, пусть она с ним пока с ним походит. Тут реально очень много животных. Мне нужно бить их быстро. А это бонусы. Нет смысла мне их поджигать. Так. Подожди. Раз у тебя нет столько места... О! А вы что думали? Я не воспользуюсь этой возможностью? Ладно. У нас с вами пока только одну очку навыков. А, бесшумное убийство. Че, скоро до них дело дойдет. Визуальная помощь при прицеливании в голову врага. Я пока припотережу. Пусть будет. Пусть пока будет. Так. Нереально. Больше я не унесу. А че ты не унесешь что? Нормально все? Бери, донеси. О, стрелы дают сразу. Ну-ка, что там? О! Опять пекарь. Это, кстати, интересно, что крыса. Самый... Самая большая крыса в мире, между прочим. И на кого-нибудь тут сражаться. Тут, кстати, очень много лекарств на красе не дают, что странно. Хотя... С другой стороны, у нас тут кошка как бы подсапала, поимела во все дыры. Наделала, имеется в виду, дыры. Может быть, в этом что-то и есть. Так. Ну да, я иду вот сюда, в сторону. Вот тут должен будет быть следующий лагерь. А здесь, собственно, альтернативный проход должен быть. О, здрасте. Валяется тонна всего. Нереально. Больше я не унесу. У меня... Так, ладно. Так, ну вот это растение я собрал. В общем, эта штука улучшает концентрацию, что меня радует от чести. Ну, это старый фокус у Лары. Да, концентрат работает только в путь. Точно ничего не можешь? Ну, ладно, если что, здесь можно спокойненько потом что-нибудь достать, произвести, принести. Но реально странно, что здесь ничего нет. Скорее всего, что-то есть. Я этого мог не заметить. И, скорее всего, так оно и будет. Ну, ладно, найдем рюкзак или какую-нибудь гробницу. То есть, сюда мы можем вернуться. Тут есть перемещение. А значит, нам проще будет. Давай. Давай. И Лая вспомним. Сейчас опять кошка наверняка нападет. Уже один раз такое было. Ну, тут было два леопарда. Мы обоих прибыли. Дай я тебя сфоткаю. Вот какой красавец. Ладно, у меня фотка и так полно. Но перепроверить все равно всегда стоит. Никогда не знаешь, что найдешь. Иона. Спокойно. Вот какие же дела была цивилизация? Да у тебя вообще хоть что-то есть, Лара? Так. Красота. Впереди нас ждет короткий путь вниз. Где он? А, вот он. Впереди нас ждет. Отец пытался убедить его, сказать, чтобы он шел обратно. Но Рейли был непреклонен. Он сказал, что если мы уйдем, то бросим его здесь на верную смерть. И мы двинулись дальше. Мы еще никогда так не удалялись от цивилизации. Но, тем не менее, с дуру пошли вперед. Ну, во-первых, Рейли реально был прав. Они были в глубине джунглей. Он в одиночку бы в любом случае не выбрался бы. Его сожрали бы, даже если с ним отправить бы людей. Так что единственный его вариант был... В ту эпоху, да, ребят, он не смог бы выбраться. Поэтому для него скорее был бы... Хотя бы, чтобы смерть его не была напрасной, увидеть этот золотой город. Все его искали. И в этом был положительный смысл. Кожешь пошел на смерть, так иди до конца. А теперь давайте-ка спустимся туда. Так. Тут есть дорога. Можем вернуться. Что меня радует. Чего тут только нету. Увидел камеры. Это камера серии X-700. Такая была у Сэма, и я так ему завидовала. Такая штука непременно должна быть собой в экспедиции, отправившейся на поиски памятника древней цивилизации. Это доказательство, что люди побывали здесь и в 1980-е. Некоторые легенды до сих пор будоражат воображение, хотя современные люди и поглядывают на них свысока. Линза треснула. В нее как будто попал какой-то снаряд. Дротик, наверное. Дротик, наверное, попал. Так, золото мое. Отдавай, молодец. Золото мне нравится. Только туда я не пролезу, да? Ладно. Нам туда, но сначала вернемся вниз. Так, что тут еще есть поблизости? Открываю все. Наверное, я, конечно, до деревни сейчас сегодня доберусь, но... Если доберусь, это будет здорово. Моментальное обество. Так. Идик по пуле. Тут, кстати, еще одна гробница. Я почему-то сюда вернулся. Нам не она нужна в любом случае, как ни крути. А тут есть, что нам поизучать. Так, теперь это заберем. Ай, зараза, сбежала. Ну ладно. Тут их так много, а я себе опыта быстро набью. Давай уже, вскрывай. Жир у тебя не так много. Не прыгнуешь, что ли, до нее? Да нет. А как вот в нее вниз спуститься, я без понятия. Вот тут есть пароход, только я не знаю... Там есть дверь, я не знаю, как туда добраться. Рад, что только взрывную стрелу ставить. Я бы туда и не спустился бы. Потому что б я ебала этого ломика. ледоруба я правильно увидел пещеру я правильно увидел пищу когда пошли раз не зли я не увидел вот этого я бы и заметил бы а вот и пещерка может теперь выход будет у меня нормальный я хоть что-то вообще есть но золото можно взять крошечные жалящие твари показались бы мне детской забавы сейчас когда я столкнулся с дикими зверями я храбро сражался но бой закончился не в мою пользу подробности я опущу только для того чтобы пощадить твои чувства правильно правильно остановить кровотечение приложить краном тысячелистник но я чувствую что они воспалились если ты читаешь это письмо знай что я погиб здесь я приказал джеку повернуть обратно юный риммель погиб несколько недель назад не на это место не для таких как мы я отнял у тебя мужа но не хочу лишить тебя еще и сына я очень устал джек спит у костра я уверен когда он проснется я сам уже буду спать я люблю тебя спокойной ночи перси перси вальфосад сундуки с сокровищами так компания завершена снаряжение чтобы открыть нужно отмычка и где я отмычку возьму экспедиция неведомая особо я могу здесь выбраться вообще как бы тут вот надо мной люк уж давайте откроем хотя бы как-нибудь я вижу вепре то есть мне каждый раз нужно лезть через за эту чему тараками нет я не возражаю конечно но давай ну хотя бы теперь знаю как туда спускаться если не забуду когда будет отмычка я сюда приду в любом случае но мне нужна даже не отмычка а вот это а потом пойдем гробницу сегодня эпизод будет уже 45 минут как обычно потому что предыдущий но как наверно как исключение исправил вышел потому что потому потому что там слишком много всего прекрасного иди ко мне моя болотная крыска то есть я нет места вот тебя жирный кусок паляется нет у нее места а ну давай-ка не времени поэтому это еще будет тебя на все место есть так давай тут тоже копаем красивый нож знаете напоминает чем-то нож с обновтики реально очень похож так вон там надо еще спуститься альбом случае пойду обратной дорогой сюда заодно туда зайдем а сначала гробницу она ближе это экономия времени так сказать сообразная да 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 мы в курсе мы в курсе в курсе ваше гробническое высочество лучше сейчас все здесь обойти и изучить потому что если что-то пойдет не так или если что-то я упущу то у меня есть хотя бы шанс это все добыть вы помните мою реальность которая была в турции в предыдущей части 1 а ты сам в самом начале кто так делает гробница испытаний так ладно это любопытно так тут что-то есть нету только туннели ладно поплаваем не впервые дресси чего тут только нет кто тут у нас куалопек что ли будет изображение ахпуча бога смерти и правителя митнале девятого и самого ужасного круга ада в мифологии магия ахпуч любил надевать на себя гниющую кожу мертвецов и выходить на поверхность чтобы охотиться на живых легенда гласит что спастись от него можно было только одним способом кричать и вопить словно от непереносимой боли тогда бог думал что вас уже мучает один из его подручных и оставлял вас в покое неудивительно что его предвестником демоном была сова по имени муа да уж интересно а подожди а он не может видеть своих рабочих что ли странный какой то он себе берет помощничков не как то нелогично с одной сама по себе идея что у тебя кто-то мучает хорошо имеет право на жизнь но нужно как то поднять статую возможно это один из повелителей шибальбы так жирно это не повелитель шибальбы нужно как то поднять статую ммм радишь только самому прыгнуть как в старых добрых томбрах да чё ты не зацепилась то давай-ка Ларуся ну Лариса крутова давайте-ка нужно как то поднять статую так а не будет спуска отлично ну это видимо вечный проход о тут костерок но а ну да у нас же есть одночка я и забыл про него совсем так давай кстати нам теперь доступно перемещение если вы заметили это хорошо видимо иона ждет теперь меня там я могу теперь спокойно перемещаться между всеми локациями забирать все что мне нужно и необходимо вот это я обязан сфоткать хотя бы со стороны фоторежима. Давайте я посмотрю на это все дело. Так. Хорош кадр. Да, он не заменит, конечно, кошку. Я кошку хочу им поставить на это, но кто сказал, что я не могу хотя бы пробовать? Я буду пробовать. В общем, хорошие такие плетеные, живые. Это, кстати, что живые мосты? Это не мертвые, это живые мосты. Они использовали лианы живые, чтобы мосты сужили дольше. Это, кстати, очень умно. К примеру, в некоторых частях Латинской Америки, в частности, в Кустарике, по-моему, такие делают до сих пор. Это радует. Так, отдышалось. Молодец. У меня, кстати, проблема с отзеркалированием. Так, куда мне дальше? Наверх, наверное. Да, тут есть подъем, я так полагаю, сюда. На всякий случай, посмотрю, здесь другого сбоку ничего нету. Нет, нет, нет. Да, нам тут, сюда. Так, и на что цепляться мне? Тебя? Нет. Тебя? Нет. Получается, куда-то сюда. Да. Двойными прыжками. Сюда приводили обвиняемых в преступлениях, чтобы они сражались перед взором богов, единственных непогрешимых судей. Доказавшие свою невиновность могли уйти, а виновных убивали и бросали в шибальбу. Мы видели этот зал в Tomb Raider Underworld. Рекомендую посмотреть. Красивое место. Бывший бальб, мы к ним приехали на мотоцикле. Интересно, тут остался, кстати, наш старый Дукатти, как отсылка. Это площадка для полкоток? Угу. Потолок сломали. А раньше было крепче. Нужно как-то поднять лестницу. О! Смотрите-ка. Хотела убедиться, что можно сделать или нельзя. Так. Как-то поднять лестницу. Да все подними, Лару, успокойся. Так, давай, открывай сначала проход. Вот так. Нужно как-то поднять лестницу. Да все поднимем. Дай сначала здесь все заберу. Подняти лестницу, подняти лестницу. У меня вот яда не хватает. А деду... Нужно как-то поднять лестницу. Так, я и выберусь из гробницы. Да. Нужно как-то поднять лестницу. Тут спуск хороший, поэтому нормально все. Поэтому давайте идемте дальше. Хотя, я теперь хотя бы знаю, где проход. О! Дайте я вас заберу, вы со мной пойдете. Но в тот миг, когда боги признали Митналя невиновным в убийстве жены, у ног обвиняемого приземлился пеликан. Все присутствующие были поражены. Этих морских птиц очень редко видят так далеко от берега. Представители богов решили посмотреть, что будет делать необычный гость. Он прошелся по кругу, расправил крылья, издал тихий звук, а потом раскрыл клюв и отрыгнул к ногам Митналя полусъеденную рыбу. Это было воспринято как явный знак вины. Обвиняемого немедленно казнили. ЧЕГО? Полусъеденная рыба в пасте пеликана, это является критически весомым доказательством вины и смертельного вынесения приговора? Ой... Что думаете? Если бы у вас была такая ситуация в каком-нибудь районном суде, и вас бы казнили за это в результате, вы бы что сделали, скажите, пожалуйста? Поднять-то поднимем, Лара. Теперь я средний могу. Так, ясно. Как предлагаешь это сделать? А, ясно. А, это замок! Так. Так, а это, я так полагаю... Вот сюда надо. А, ты на них стоишь. Так. Ну, вторую я навряд ли зря так рано, конечно, спустил, но да ладно. Пусть будет. На голове, видимо, там какой-то... Сейчас закончим. А-а-а-а. Я понял. Я понял, как эта штука работает. Так, аккуратно. Тут ловушка была, если что. Путь покороднее. Привет, товарищ. Опять на уровне задницы. Лара, я тебя уже услышал. Спасибо. Спасибо. Ну да, тише едешь. Дальше будешь. Принцип стар понятен, как мир. Не страшно. Надо закончить с тележками. Эту надо будет сюда потом продвинуть как-нибудь. Надо закончить с тележками. Аначе мне нужно найти способ, как поднять. Так. Есть идейка одна. Надо попробовать. Если получится, то шикарно. Если не получится, ну, не страшно. Надо закончить с тележками. Там, кстати, что-то есть. Я могу, видимо, это здание обойти. И что я поднял? А. Ясно. Не совсем ясно, но ладно. Что-то поднял. Идемте дальше. Осмотрим это место. Надо изучить все остальное. У меня нет столько места. Так, а туда зайти не могу. Тут, понятное дело, тоже. Так. А что, если они самозащелкивающиеся? У меня вот сейчас такая мысль в голову пришла. Точно. Я думал... Объясняю, в чем соль. Я думал, что они, знаете, они как цельные конструкции. Вот такой образный. То есть, они не разгибаются. И у них пружины. Но вот сейчас до меня дошло, что у них есть пружина. У них есть пружина, элементарно. Ой, вот я протупил. Ну, понятное дело, надо было быть повнимательнее. Но, с другой стороны, это нормально. Это учеба, это процесс изучения, адаптации. Так и должно быть. Ну вот, хоть какой-то прогресс. Да, согласен, Лара. Прогресс налицо. Молодец. Я не могу понять, почему у нас было потеряшки-то. А вот почему. Так. Теперь можно полностью поднять лестницу. А тут что-нибудь есть под нами, нет? Сейчас поднимем ее и залезем наверх. Как только она соизволит, залезь на камни. Как я залезал в прошлый раз на эти камни, скажите мне, пожалуйста. Лазать-то зачем? Тут так ровно. Видимо, тренировок ей не хватает. Ну? Да, наверняка. Не переживай. Давай, залезай. Уверен, все будет нормально. Ну, пару, может быть, сухих дадут для страха и все. Нет? Даже сухую не дадут. А-а-а. Так, в чем подвох? Даже не осыпется. Вы добрые. Золото. Прям, ну, в принципе, да. Смысл держать тебе подношение. Взяли, забрали. Хорошо. О, еще. Вроде бы, как бы, не золото должно было быть, а что-то другое. Ну, да ладно. А тут нас... Золото. Так, и что там за рецепт? Сердце крокодила. Здоровье восстановится быстрее. О, и заодно очко наука второе появилось. Как раз на... Сколько сейчас у нас? 39 минут. Как раз до иона успеем добраться обратно. Мне бы лучше, конечно, они дали бы возможность... Как это называется? Возможно, сделать отмычку. Мне отмычки не хватает. Ну, давай залезай. Я хотел сбоку там посмотреть. Может, есть что? Походу, нету. Ладно, погнали. Так. И... Ага. Давай. Игра прекрасно оптимизирована. Мне она нравится. Давай, залезай. Ничего не оставили. Мало ли, может, как эта вкусняшка валялась. Там только лагерь, ну да ладно. Ну, если бы я что-нибудь оставил, я бы, наверное, увидел это. А если бы не увидел, я бы себе припил за это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мне нравится, что здесь подсказки работают. И пусть остаются. Это хотя бы помогает. Это реально помогает при перемещении. Молодец. Мне хочется вот такую шибальбу упасть. Вот. Все. И забрали все, что надо. У нас, получается, не хватает только отмычки. Так. Еще не нажимаешь? Не так, только. Ну, радует, что хотя бы все остальное мы с вами более-менее забрали. Это радует. Только вот тут я не забрал. А мы сейчас туда, наверное, теперь можем отправиться. И заберу я это. Мы так и сделаем. Мы сейчас пособираем все, что мы можем сейчас собрать. Потом прокачаем. Да ладно, нереально тебе. Я пекорей не вижу. А вот ящики вижу. А, он там бегал. О, привет. Я могу тебя забрать, нет? А тут есть обход какой-то? Нету? То есть, вот только один такой вход, да? Своеобразный. Ну, ладно. Вот мне локация очень напоминает Lost Viadomus. Я вот каждый раз вспоминаю именно эту игру. Lost Viadomus была моя первая игра с джунглями. Сказать, старая добрая ностальгия. Промахнулся? Да и ладно, бывает. Со всеми случается. Так, спокойно, Лара, спокойно. Тут даже грудная клетка есть. Так, получается мы все собрали, да? Здесь что можно, а что не смогли. Заберем потом. Отправляем сейчас тогда теперь... Во-первых, испытаем это приключение точек. И он нас пока ждет. Ждется. Надо сейчас собрать все, что я могу. Я буду делать. Да, пусть бежит. Я же тебя разделывал. Я же разделывал эту свинью. Точнее, крысу. Капибара-то. Ну ладно. Так, во-первых, прокачка. Давайте сразу это сделаем. Что мне надо. Здесь есть знак. Фигня. Объятие пумы. Повышать сопротивление урона насиловым противникам на короткое время после лечения в бою. Толку нет для меня пока на данный момент в этом. Финт пумы увеличивает. Увернувшись от атаки, не бронировав врага, выведите его из строя контратак. Это интересно, но пока оставлю. Ускорение полонатяжения тетивы и сокращение времени. Неинтересно. Так, лисья смекалка. Открывать улучшение оружия следующего уровня нет смысла. Мудрость совы. Подсветка объектов, связанных с испытаниями в режиме инстинкта выживания. Советное зрение. Инстинкт выживания длится дольше после того, как Лара начинает движение, подсвечивая врагов, ресурсы и объекты на сложности дитя джунглей. Орлиный глаз. Улучшение возможности озарения позволяет чувствовать противников и хищников. Тут троечка уже нужна. Мне бы вот это, конечно, надо. Но что мне понадобится вот это? Крокодилье дыхание. Увлечит длительное время задержки под водой. Давайте это будет. Редкие животные хорошо. Но игла аннулиса требует меньше ресурсов для восстановления костюма с фрагментом. Что значит восстановление? Это значит, что мне что-то, как-то, их ремонтировать надо. Нам реально сейчас, кстати, в любом случае нужно плавать. И чуя, это будет много. Пусть лучше это будет сейчас прокачано, чтобы нам потом не пришлось никуда деваться. Так. И нам вот сюда. Потому что... И он подождет. Тут лагерь. Тепло, уютно, сытно, обутано. Никаких пупов лизости. Раз, что только... Ну, хотя, в принципе, не пумать их. Леопардов. Зато, с другой стороны, у нас формально одна леопардовая шкула, потому что вторую сожрали. Сожрал ее тот, которого мы сняли шкулу. Так, по факту, у нас две леопардовые шкулы. Все, подемногу. Все, по чуть-чуть. Сколько уже у нас сейчас? Ну, смотрите, 48 как раз. Мы тогда, смотрите, как раз сейчас заберем последнюю вот эту ячейку и дальше будем думать. Ну, в принципе, надо идти по сюжету и что-то думать-то, но... Ну, проверять реально надо. Рывок в бою. Нажмите B, чтобы совершить рывок между зарсами или укрытиями. Спуск по веревке. Вот это я как-то... Вот и к этому я очень с трудом приноравливаюсь. Вот реально. В предыдущих часах вроде было проще. Хотя, может, и так воспринимается. Так, о, древко. Да, тут, видимо, ресурсы восстанавливаются. Ну и хорошо. Так, мне сейчас нужно только вот это найти. А! Я думал, ты можешь вот сюда прыгнуть. Ясно? Нельзя. Ну, проверка того стоила. Так, ладно, спускаемся. А вот сюда можно. Так, тадам, тадададам. У кролика нет сердца. Обидно, знаете ли, за кролика-то. Ага. Ааа, мне туда надо было... А я могу как-то обойти? Ааа, не могу. Я не заметил эту полку. Ну, ладно, попробую здесь забраться. Дороги же должны быть одинаковы везде. Тут вариативность. Мне это нравится. Да, она не такая, как у Корватана в Дизонреде. Или же у того же... Той же Литл Китфи Биг Сити. Ну, а тут до... О, здрасте. Я тут еще мимо золота проходил, оказывается, и не замечал. Или тут, может быть, есть альтернативный подход? Я, видимо, должен был как-то прыгнуть сбоку туда, да? Любопытно. Ну, вот на то он, кстати, и есть ящичек в самом необычном месте. Так, давай, идем. Тороплюсь. То и дело, тороплюсь. Вот, все. Давай, добывай. Так, отлично. И давайте возвращаемся в лагерь. Так. Так. С какой стороны я заходил? Вот с этой, по-моему. Так. А, нет, не с этой. С другой. Отпусти. Можно поплавать. Вроде дольше всех, вот. А, нет. Второй по продолжительности места, где я лазал, но все равно не помню точно. Где, что здесь? Вот я помню, что вон там была гребаная кошка. Которая пыталась меня сожрать. Дважды. Ну, зато мы теперь здесь, и это хорошо. А сюда можно теперь спуститься, мне любопытно, или нет? Мы можем, да, залезть? Ну, ладно. То есть она пролезть везде теперь может. Это радует в каком-то смысле слова, но и пугает одновременно. Особенно на фоне этих милых черепов. Ладно, ребят, давайте на этом с вами мы сегодня пока закончим. Надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо всем, кто сегодня... Трансляции. Запись. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Обязательно еще раз говорю, пересмотрите предыдущее видео. Вот оно. Точнее, здесь подписка. А видео прямо напротив меня, вот здесь вот. Обязательно посмотрите его. У Лула реально интересное детство было. Завида даже. Но в хорошем ключе. Ладно, ребят, с вами был Веска. Я брал Точинка. Не буду вас задерживать. Доброго всем лета. Хорошего вечера. Утра. Ночи. Или обедом. И удачи.